Початок заснования приходу святых благоверных князёв Петра и Феврони Муромских у Гомели был покладен еще в 2012 году. Будавництва благословил уладыка Аристарх. Раз-два годы тут заявилась часовая дравляная церкова. Зараз побач с ёй возвышается подмурок храма, а у невеликим вагончику, с якого всё починалося, организовали недельную школу для детей. Основная частка приходжан — молодые люди, жихары 106-го микрорайона. И они наведывают храм, когда помогча в будавництве. А так само поклониться иконе с шастицами святых Мошу Петра и Феврони Муромских. Нехтэмар изнастика ханя у инших проблемы с детьми. Принято считать, что эти святые являются покровителями чадородия. Что сегодня в нашем обществе тоже очень немаловажный вопрос занимает, как оказалось. Многие люди по разным причинам не могут раздеть. И на нашем приходит, я бы сказал, большое количество семейных пар, которые не милетели по 5-7 лет. Они приходят, молятся, возвращаются, говорят, что у нас через 7 лет родился мальчик. Будущие православные святые жили у 13-м стагодзе у Муромя. По захованных звездках князь Петр захворил на проказу, и ни один урач не мог его вылешить. Ему пора или звернуться до селянки Февронни, якая ведала гаючую властивость и трав. Узамен яна запотребовала от Петра, ка бьён ажанився с ёю. Але князь не стремал свое слово, и хвороба знов до яго вернулась. Петру пришлось снова вернуться до Февронни и взять её у жёнки. Князь их неогиня прожили долгое сумесное жице, и ничто не смогло их разлучить. Сталы Пётр и Февроння приняли пострах у разных монастырах и молили Бога, кабым помертий у один день. Так и здарылся 8 липеня 1228 года. Але на суперок жаданню мужей жёнки, муромцы поклали их телы у разных местах. Тады отбывся цуд, раніцы святые апынулися разом. День памяти Петра и Февронни припадая на Петровский пост, таму вяншанье у церквах не проводятся. Але отделы ЗАГС памятуюсь про традиции. Про регистрацию шлюбу молодым сёня урушали букеты рамонков – символ свята. Однако по меркованні супразовникам ЗАГСау День сямьи, Каханні і Верності – гэту хучы свята заслуженных юбиляров. Пары, які провели разом долгі годы. Што год на Гомлішшыне шанують сотні золотых і серебраных юбилеев. Вот это интересно, конечно. И всегда они, знаете, заходят, когда в зал, то всегда почему-то молодые, когда заходят, держатся невеста за руку жениха, а когда юбиляры, наоборот. Мужья уже, состоявшись на 100 калет весь вместе пожили, держатся за руку сами жены. Как бы защита какая-то у них жена. Ганна Корольчук, Вольга Кыновалова, Валерия Гапанько, Телерадо, компания «Гомель». sortко комедия «Телерадо».